Днём Победы, друг мой, с Днём Победы, Поздравляю я от всей души И желаю радости, здоровья И хорошей жизни впереди. Активисты Невельского совета ветеранов войны и труда приняли участие в мероприятиях, посвященных 67-й годовщине освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов. Я этот памятник помню, ну не этот памятник, когда он еще был на противоположной стороне, были окопы японские, там было захоронение. Помню с 51-го года. Ну, благодаря народу воздали им настоящий хороший памятник. Вот сегодня, отдавая дань должности, обязанности своей, прибыл сюда почтить памяти погибших воинов. Нашей туда Красной Армии. Невельчане приехали раньше всех. Вместе с общественной организацией «Молодая гвардия» провели свой митинг на вершине памятника, где похоронены в братской могиле 22 советских воина, участвующих в операции по освобождению города Порта Маука, ныне Хомска. Часть нашей акции проходит в Невельском районе. Там отделом физической культуры, спортной и молодежной политики был размещен большой баннер с рисунками детей по итогам конкурса «Великая победа» посвящается. Кроме того, также отделом были заказаны большие календари с этими рисунками для Совета ветеранов и маленькие календарики, а также буклеты для всего населения нашего города. Но вторая часть акции проходит здесь, в Хомском районе. Ребята активные из «Молодой гвардии Единой России» приехали сюда для того, чтобы почтить память воинов и возложить венок. 2 сентября на Хомском перевале у памятника воинам-освободителям нашей страной земли прошла акция «Вахта памяти». Ее поддержали не только невельчане, а также жители Корсакова и областного центра. В этот день из Южно-Сахалинска выехала группа байкеров, которые приняли участие в ежегодном автопробеге до мемориала на Хомском перевале. На протяжении уже лет 8-10 наш мотоклуб на День Победы выезжает на Хомский перевал. То есть это инициатива сугубо членов нашего клуба. Впоследствии уже, так как наконец-то патриотизм опять стал в моде, определенные государственные и культурные учреждения стали тоже это делать. Ну и получается, что интегрировалось все в какое-то совместное мероприятие. Но мы это делаем уже теперь, получается, два раза в год. 9 мая. И, как сегодня показывают, по всей видимости, будем делать еще 2 сентября. Это, скажем так, дань памяти за тех людей, тех воинов, тех граждан советского тогда, нынче российского народа, которые отдали свою жизнь и отвоевали нашу свободу, скажем так. У многих участников акции, приехавших на место, где когда-то шли ожесточенные бои и советские солдаты держались до последнего патрона, возникают ассоциации и чувства, которые невозможно описать словами. Ассоциация возникает, потому что у меня дедушка на 2-м украинском фронте был, но он не погиб, он долго жил, он вот умер только недавно. И двоюродная бабушка у меня воевала тоже всю жизнь медсестрой. Есть сопричастность к тому, что мы победители. Вот к этому, да, есть такое. И гордость за наших, вот, за отцов, за то, что вообще они молодцы, конечно. В таких условиях, ну, насколько вот все знают историю, то есть мы могли просто проиграть. А это, я не знаю, вера такая и любовь вот к своей земле, наверное, вот это и не помогло нам победить. Я так думаю. Вот вы говорите, что вы сегодня поехали с байкером, да? Получается, вы на мотоцикле ехали? Да, на мотоцикле. Какая дорога-то была? Классно, мне понравилось. Я бы еще поучаствовала, вообще мне нравится, здорово. Советско-японская война 1945 года длилась менее четырех недель. Но по своему размаху, подготовке, мастерству проведения и размаху боевых действий эта война относится к выдающимся компаниям Второй мировой войны. Среди участников автопробега были ветераны войны, тружники тыла, военнослужащие срочной службы, дети, а также творческие работники Дома культуры Родина из города Южно-Сахалинска, которые провели патриотический концерт. А сыну милая, скажи, пусть не герой я, но не трусь, и я за родину встаю, чтоб ты, сынок, счастливым рос, и чурку нежно от меня ты поцелуй. Она же еще не понимает вовсе, дай бог, чтоб память ее Отрезок этой жизни стерся, а дальше снова нельзя почесть, тут столько капель слез не счесть, а на его сердцах хранила до конца. Запомним на всю жизнь черты любимого лица, Ты, милая, детей повереги, себя хотя бы немножко пожалеть. Вот скоро возвратимся мы с войны, и счастливы, как прежде, будем мы. И счастливы, как прежде, будем мы. К участникам акции от имени старшего поколения обратилась председатель Невельского совета ветеранов войны и труда Вера Ивахно. Чтобы этот день был для нас, сахалинцев, истинным праздником. И никто не должен посягнуть на этот день. Это наш день для сахалинцев. После минуты молчания в память о погибших участники акции возложили венки и цветы к мемориалу. В завершении мероприятия все желающие могли попробовать настоящую солдатскую кашу. Мы ее в 45-м ели. В 41-м нельзя было, потому что все на фронт было. А в 45-м победа каша была вкусная. Правда, тушенки не было, а салом на Украине. Нормально. Виталий Бойко, Невельские новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok